Ход реализации и концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи обсудили сегодня на расширенном заседании Совета адвокатской палаты Чувашии. В нем принял участие заместитель министра юстиции России Денис Новак. Правовые регламенты в этой сфере будут внедряться в три этапа. Начало положено уже в этом году. Главным достижением концепции через несколько лет, по мнению специалистов, станет реализация важной юридической нормы. Только адвокаты смогут представлять интересы во всех судебных инстанциях. Это значит и то, что возмездную правовую помощь смогут оказывать только адвокаты и адвокатские объединения. На заседании обсудили и другие вопросы, один из них – справедливое распределение дел. Не должно быть в принципе таких ситуаций, когда какие-либо адвокаты, в зависимости от того, какой у него вид адвокатского образования или в какой он коллегии состоит, это абсолютно неприемлемо. Все должны иметь равное право на доступ к делам по назначению. Тогда исключится влияние заинтересованных лиц на распределение поручений между адвокатами. Еще одну важную тему затронул вице-президент Федеральной палаты адвокатов России. Юристу посвящают самые тайные, секретные проблемы организации, когда он ей оказывает помощь. Да и гражданину тоже. И если это касается стратегических отраслей, если это касается национальных богатств страны, там нефти, газа, я не знаю, природных богатств и так далее, работы правительства, то это в подавляющем большинстве вопросов, это государственная тайна. Кто сегодня обслуживает у нас «Газпром», «Роснефть», иностранные адвокаты? Это просто преступление, что до сих пор этот рынок не урегулирован. Эти и другие вопросы профессиональное сообщество обсудит еще не раз, чтобы выработать единый подход к оказанию юридической помощи.